Вы, наверное, думаете, нахрена он плывет на лодке? Это значит, что камера пробыла в воде уже более 15 минут, и даже не под дождем. Друзья, всем привет! Сегодня у нас будут водные испытания штатной камеры заднего вида, модель AVS-327CPR. Здесь у нас отмечено полтора метра синий изолентый, бутылка в качестве поплавка, здесь очень много тины в пруду. Кто-то уже наверняка видел наш тест универсальных камер моделей 307CPR зимний. В этот раз мы решили сделать летний тест. Будем также использовать телевизор от компании AVIL портативный в качестве экрана. Соответственно, непрерывно будем записывать весь тест, все 10, 12, может 15 минут, пока камера будет лежать на дне, чтобы убедиться, что заявленная влагозащита IP67 здесь присутствует. Ну что, приступим к тесту. Ну что, забрасываем. Наша камера погрузилась, конечно, очень плохо видно. Попробуем сейчас рядышком кинуть прикормки, посмотреть, что там будет происходить. Я, правда, сейчас не ориентируюсь, где камера. Ну так, рядышком набросаем. Где-нибудь да проявится. Оп. Вот, кажется, наша прикормка падает на дно. Камера все показывает. Так, время мы забыли засечь. Время 13.33. Соответственно, минимум 10 минут будем все это дело снимать. Периодически будем возвращаться к нашему экранчику. Наш аккумулятор, который запитывает камеру. Наша бутылка. Прекрасное место. Отличный пруд. Осталось заснять рыбу в камеру, но на это, к сожалению, надежды немного. Пока. Опа. Пока наша камера на дне. Немножко расскажу. Это у нас линейка HD камер. Почему мы решили снять такое видео? Потому что на YouTube мне часто стали писать, что по какой-то причине наши камеры заливаются. Ребята, я оставлю ссылки в описании к этому видео, где вы увидите ответы на самые частые вопросы по камерам заднего вида, в том числе по ихней заливке, почему они заливаются, каковы причины, и что такое IP67. Я хочу напомнить, что IP67 это влагозащита от погружения. Чаще всего камеры все-таки заливаются на мойках. Из-за того, что сильной струей под давлением воды бьют непосредственно в камеру с небольшого расстояния, герметик выдавливается и таким образом вы заливаете или мойщик заливает сенсор. Соответственно, камера выходит из строя. Однако компания Авел всегда идет навстречу своим клиентам и в течение всего гарантийного срока, если на камере не резались провода, камера меняется по гарантии. Продолжим смотреть, что у нас происходит здесь. Сейчас я буду нашу камеру потихонечку шевелить, чтобы мы могли видеть, что у нас картинка не зависла. Вот видите, картиночка не висит. это у нас не монитор, это телевизор от компании Авел. Данную модель мы уже вывели из производства, так как многие пишут нам, что 9 дюймов экран маленький, поэтому мы завезли портативные телевизоры с диагональю 14 дюймов. о нем я тоже расскажу в другом видео. как видите, камера работает по-прежнему. Рыбы жалко нет. Она как бы есть, мы попробуем ее поснимать, перевяжем по-другому наш поплавок из бутылки после большого теста и попробуем поснимать малька рыбы на данную камеру. У нас есть лодка, но с лодки сейчас снимать нецелесообразно, потому что места в ней мало и просто наша камера штатная и не хватит там места. Поэтому будем пока 10 минут снимать здесь. 10 минут Продолжение следует... Продолжение следует... Возможно, кто-то на нее покушается. Так. Пять минут времени прошло. Прошло пять минут времени. На камере у нас пока ничего не меняется. Давайте попробуем поснимать рыбок. Наш поплавок. Вряд ли мы там что-то, конечно, увидим. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Что-то мне подсказывает, что наша камера смотрит в дно. Очень обидно, конечно, но ничего с этим не поделаешь. Поэтому главное, что она работает. То есть, чисто теоретически, чисто теоретически, камеры от компании Avis Electronics можно использовать как подводные камеры. Но это в теории. На практике же... Ну, в принципе, у нас... Мы залили силиконом, я скрывать не буду, мы залили силиконом нашу проводку. Все стыки... У нас там получается два стыка. Это мы нарастили провод питания. Это первый стык, который залит силиконом. И второй стык, который залит силиконом, это наш пиновый разъем. Саму камеру мы не трогали. Она как есть. Соответственно, зачем заливали силиконом стыки, я думаю, всем понятно. И как показывает практика, в принципе, ее можно использовать как подводную. Но если это будет делаться либо с лодки, либо как мы делали это зимой, как зимний вариант. Но тогда стоит, наверное, взять камеру с подсветкой. Продолжим наш эксперимент. У нас прошло время... Так, было 33 минуты, сейчас 42. Соответственно, 9 минут уже прошло. И скоро мы будем вытаскивать камеру... Уже непосредственно из воды. Пока мы ее... Давайте... Еще будем... Пошевеливать. Но все-таки хотелось бы, конечно, увидеть рыбку. Но ее не видать. Очень жаль. Видимо. Продолжение следует... Продолжение следует... Очень много водорослей на дне, но зато прекрасно видно нашу прикормку. Оп! Ага! Замечательно! Даже различимы цвета, несмотря на то, что она под водой, красный цвет весьма различим. Итак, у нас 13.44, и мы приступаем к изъятию нашей камеры. Провод весь в тине. Да и сама камера, товарищи, тоже, как видите, в тине. Собственно говоря, наверное, поэтому и не очень хорошее изображение. Предлагаю продолжить наш эксперимент и еще раз ее туда зашвырнуть. Может, в этот раз получится отснять без тины. Я сейчас быстро ее туда кину, мы посмотрим на картинку, которая будет. Если нет, то перевяжем наш поплавочек поближе и все-таки попробуем заснять хоть какую-нибудь рыбу. Нет, видимо, у нас ничего не выйдет. Тогда мы перевязываем поплавок, кидаем в то же место, но уже немножко с меньшей глубиной. Пока что все, что мы поймали, это тина, но мы уж пришли мучить камеру. Домучаем ее до конца. Сейчас мы где-нибудь здесь зацепимся. Мы перевязали наш поплавок. Еще раз убедимся, что камера работает. Время 13.48. И, соответственно, давайте все-таки посмотрим, видно ли в данную камеру хоть что-нибудь под водой, кроме водорослей. Готово? Смотрим. Вот они, красавцы! Ребята, это бомба! Подводная камера Авел, точнее, камера заднего вида Авел прекрасно показывает нам под водой. Я, честно говоря, приятно удивлен. И, собственно говоря, 13.49. Предлагаю оставить это дело еще на 10 минут. Кому не интересно, тот может промотать. 13.49. Будем смотреть, что там происходит. И подкинем еще прикормочки. Вон он, наш поплавочек. Чудная погода сегодня. Не жарко. Утки плавают парами. Ребята, это весна. А мы будем наблюдать прекрасную картину с рыбками. Сейчас накинем еще прикормочки. Вторую принеси, тоже. Там, по-моему, даже на камеру покушаются. Да, прекрасная картина. Мы еще раз с вами можем убедиться, что камера заднего вида АВИЛ отлично защищены от влаги. Имеют прекрасное разрешение и отлично показывают еще и в темноте. Подводный снег. Вот можно наблюдать за картиной, как кушают рыбки. Подвижить. Также пристроить. Подвижить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тем временем время 13.54. Это значит, что камера пробыла в воде уже более 15 минут. И даже не под дождем. В следующий раз мы обязательно снимем видео, где погрузим эту же камеру. Я хочу подчеркнуть слово эту же, это значит, что мы не будем менять ее. Мы ее примотали уже и сделаем это с лодки и на глубину 5 метров. Поэтому подписывайтесь на наш канал, кому не все равно, кто хочет это видеть, кто хочет убедиться в том, что камеры прекрасно защищены от влаги, вы не пожалеете. Вот она наша камера. Ее даже видно здесь под водой. В ней немного прикормки. И вот они наши рыбки. Которые не боятся даже объектива. И здесь подойдут. Нажимаем. Нажимаем. И вот она. И вот я. И вот она. И вот она. я думаю что на этом наш эксперимент можно закончить сейчас я вытащу камеру как я говорил уже данную камеру чуть позже мы погрузим на глубину четыре с половиной метра на всю длину нашего провода и убедимся еще раз в том что они прекрасно защищены от влаги подписывайтесь на наш канал оставляйте свои комментарии приобретайте камеры авил вы можете использовать их и как заднего вида и как камеры для подводной съемки не забывайте ставить лайк всем пока